Всем добрый день! Хочу показать, что я срезала листья лилийников для того, чтобы высушить и использовать их для плетения. Само по себе растение не пострадает. Мы срезаем листья в конце сезона после цветения и растение настолько живучие, что может даже отбить побеги и в этом сезоне, а уж к весне обязательно. Сухие листья можно отобрать сразу, использовать для плетения тонких вещей типа салфетки циновки, а мы отберем чистые широкие длинные листья и будем из них потом плести. Спустя неделю сырье полностью высохло, оно уже такое легкое, но еще сохраняет зеленую пигментацию. Со временем она совсем уйдет. Сухое сырье очень хрупкое, поэтому нужно его для начала размочить просто холодной водой. Оно еще сохраняет зеленый пигмент, хотя абсолютно сухое. Изначально листья очень сухие и ломкие, поэтому лучше всего размачивать их в большой емкости типа ванной. Потом можно поместить в емкость поменьше, добавить немножко отбеливателя для дезинфекции. Хорошенько выполаскиваем. Сырье в общем-то уже мягкое, при желании можно залить его еще кипятком. Кипятком я заливаю для еще большей эластичности. Листья очень приятно пахнут какой-то травой или чаем, больше всего похоже на чай. Сырье нужно подсушить, чтобы оно стало вот таким вяленым и очень резиновым, эластичным. Оно постепенно темнеет и теряет зеленый пигмент. Из высушенных зеленых листьев можно плести те же изделия, что мы плели из листьев, собранных под кустом. У меня на канале есть два видео про вот такие техники плетения. Но так как материала из зеленых листьев больше и он чуть более массивный, то можно плести и другие вещи, и не только круглые. Многим знакомы изделия из водных лилий, которые привозят в основном из Вьетнама. Но из наших лилийников можно сделать нечто подобное, если использовать одновременно несколько листьев. То есть плести не в одну нить, а в несколько нитей. Тут есть свои тонкости. У этого плетения вообще есть определенные принципы, которые достаточно сложно понять по видео на вьетнамском языке. Но я тут разобралась. Если вам интересно, то я вам это объясню и покажу в следующем видео. И еще предложу варианты использования бумаги для выпечки и джутовой веревки для того, чтобы сделать плетение проще и прочнее. Вот это основа нового вязания, точнее плетения. Но можно плести разные интересные вещи, не только круглые. Кому интересно, оставайтесь со мной. Не дайте сырью испортиться. Удерживайте его либо в пакете в холодильнике, либо уже выставляйте на просушку проветриваемое теплое солнечное помещение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok